Всем привет! С вами на связи Виктория Катыченко. И в этом видео я вам покажу, как зарегистрировать аккаунт в PAYZU и без верификации иметь возможность выводить деньги на долларовую карту или на карту любой другой валюты. Видео получилось длинным, потому что было много всяких нюансов, с которыми вы тоже будете сталкиваться. Поэтому я не буду его урезать, это видео. Я оставлю его как есть. На данный момент оно уже записано. Это я записываю отдельное предисловие, просто чтобы объяснить, о чем оно будет. В этом видео я вам покажу, как зарегистрировать в PAYZU и без верификации самого аккаунта, без отправления документов, паспорта, прописки, справки счета и так далее. И без верификации карт, которые вы добавите, выводить деньги на карточку. Это возможно, я только что это проверила. Итак, смотрите, повторяйте и оставляйте свои комментарии, если у вас будут вопросы. Приступим. Переходим по ссылочке под видео. Попадаем на сайт www.paysa.com Нажимаем зеленую кнопочку Think Up Выбираем здесь свою страну И если вы регистрируете просто на себя аккаунт, выбираем Personal Если вы регистрируете какую-то компанию, то есть это может быть интернет-магазин или там, не знаю, в общем, что-то такое более глобальное, то выбирайте Business Я в данном случае выбираю Personal Нажимаем кнопочку Select И открывается вот такая вот у вас откроется страничка без ничего Так, здесь мы выбираем мужчина вы или женщина Если вы мужчина, выбираем первый или третий вариант Если вы женщина, выбираем второй или четвертый вариант First name – это ваше имя Last name – ваша фамилия Заполняем латиницей Советую заполнять, как у вас в загранпаспорте Чтобы потом можно было добавить карточку и не было проблем И вставляем свой email адрес Ваш email – это будет ваш номер кошелька Поэтому выбирайте почту Gmail обязательно Потому что это более надежно, чем все остальные почты Ну, по крайней мере, Mail.ru, Яндекс и так далее Значит, вписали свой email адрес И здесь мы вписываем пароль Пароль должен содержать от 8 до 20 символов В нем обязательно должны быть маленькие буквы, большие буквы, цифры или какие-то символы То есть или цифры, или символы Для того, чтобы было проще, включаем вот эту вот кнопочку И тогда вы будете видеть, что вы пишете И вписываем большие буквы, маленькие буквы, цифры И всего должно быть у нас сколько там цифр? Вернем буквы 1, 2, 3, 4, 5 Ну и добавим 6, 7, 8 То есть я сейчас просто ввела как бы случайный пароль Я об этом долго не думала сильно Но обязательно его копируем Я вообще рекомендую всегда создавать рабочий документ До того, как вы заполняете Пайза Создали мы себе бумажечку И сюда вписали пароль Сначала вписываете тут пароль Потом его копируете и переносите сюда Это будет наверняка Тогда вы точно ничего не перепутаете То есть вот так вот вставить То есть ничего потом у вас не окажется неправильно записанным здесь Потому что вы сюда записали И туда уже перенесли То же самое вот это вот Ваша почта Обязательно до регистрации Зайдите на эту почту Проверьте, что она у вас рабочая Что вы можете на нее зайти Потому что эта почта будет у вас связана с аккаунтом Пайза Итак, здесь вы Тут написано, что если вы нажимаете синюю кнопку Вы соглашаетесь с условиями Нажимаем зеленую кнопочку Ожидаем И нам пошло письмо на почту Мы направили Добро пожаловать в Пайза Если вы пошли на почту и не нашли письмо Возвращайтесь сюда И нажимайте вот сюда Забери меня домой Забери меня домой Take me home Идем на почту Почта И встречаем здесь письмо от Пайзы Так, пока что письма нет Проверяем все вкладочки Здесь у нас только от Ютуба письма Проверяем спам Так, тут тоже нету Ожидаем Ожидаем минут пять Не меньше Если письмо не приходит Тогда возвращаемся и нажимаем на эту кнопку Но я думаю, оно сейчас должно прийти Вот Буквально прошла минута или две Нам пришло письмо Нажимаем на него Открываем И переходим по ссылочке Итак, вы сразу попадаете в свой кошелек Вот он, ваш кошелек И вам предлагают его верифицировать После того, как вы Полные настройки профиля Можно получить доступ к вашей учетной записи Вы можете сохранить ваш процесс Сме и место, где вы остановились в любое время То есть, вам предлагают заполнить ваши данные Проще всего, чтобы не пользоваться переводчиком здесь Лучше выбрать язык Вот, выбираем Русский И весь кошелек переводится Так, полный профиль Почему я должен завершить свою установку профиля? Вы сможете загрузить Pay за кошелек А также отправлять и получать денежные средства Сколько времени это займет? Это займет всего несколько минут Кроме того, вы можете сохранить в любой точке И закончить позже То есть, ваши настройки не собьются Нажимаем начать И вы сможете продолжить любой день Здесь мы выбираем категорию Чем вы занимаетесь, да? Я выбираю другие Твоя работа Ух ты, на английском Переводим так Домохозяйка В отставке Студент Безработные Безработные Инвалиды Короче говоря, здесь выбираем все, что угодно Допустим, выбираем студент Сохранить и продолжить Адрес Здесь вы пишете свою улицу, дом, квартиру Я бы писала на латинском На всякий случай Город Область Пишите свою область Выбирайте страну Выбирайте гражданин какой страны Я гражданин Я гражданин Тут вам пишут уже как есть Потому что вы ранее вводили свою страну При регистрации в начале Но тут вы можете изменить эту настройку Так, и почтовый индекс И сохранить и продолжить Так, сюда вы вписываете свой номер телефона И сохранить и продолжить Так, сюда записываете все, что вы писали Телефон Это обязательно Потому что потом Очень сложно все будет восстанавливать Так, восстановление пароля Вы можете сбросить пароль Ответим на вопрос И восстановить Короче говоря, выбираем любой вопрос Какое название вашего лучшего друга детства Какое название вашего первого учителя То есть, как зовут, понятно, да? Вашего лучшего друга Как звали вашего первого учителя Какая у тебя была кличка в детстве Как звали твоего первого питомца Что такое название улицы, где вы росли Какой был ваш первый телефонный номер Который вы можете вспомнить Что такое цвет первого автомобиля Выбирайте любой из этих вопросов На которые вы дадите потом сами ответ И вы должны это запомнить Какое... Давайте, как звали Я выберу, как звали твоего первого питомца Я этот вопрос обязательно сюда себе пишу Вопрос Так, и сейчас будет ответ Сюда вписывайте ответ Ответ можно писать русскими буквами Потому что вы так же само будете потом отвечать Это не важно Вы можете что угодно сюда написать Хоть цифры, хоть буквы, хоть латинские, хоть японские Главное, чтобы вы потом так же само повторили при этом вопросе Копируем Вставляем в свой бракнотик Обязательно Так, дата рождения В качестве мира безопасности Один способ, которым мы проверим вашу идентичность Является ваша дата рождения Вписывайте свой настоящий день рождения В свою настоящую дату Потому что Чтобы потом не было проблем И тут все равно повторяйте Дата рождения Так Защитный пин-код Нам нужно будет для вывода средств Для перевода всяких транзакций Вводить каждый раз пин-код от 4 до 8 цифр Вот мы их сюда и вписываем Опять-таки вы можете включить вот это вот Чтобы видеть, что вы впишете Я включать не буду Когда вы написали Все заполнили Проверили, чтобы это все было вписано у вас в блокноте Нажимаем кнопку сохранить и закончить Забери меня домой Вы успешно настроили ваш профиль Нажимаем на забери меня домой И дальше должна быть у нас подсказочка Расширенные настройки безопасности Почему я вижу эту страницу Пэзо стремится к вашей безопасности Теперь вы можете добавить дополнительный уровень защиты Ваши процессор авторизации С аватаром и сообщения Подробнее об этом здесь Но мы не будем читать подробнее Создайте свой аватар и сообщения Ваши аватары приветствия позволяют быстро подтвердить Обоснованность с сайта Пэза Это также защищает вашу личную информацию От потенциальных фишеров Короче говоря Сюда Сюда Свою Свой аватар Загружаем Свою фотографию Давайте Так Настроить функции Пол Оттенки Голова Тело Ноги Будем голову Брать Так Следующее Хорошо Оно что-то само тут выбирает Я такое еще не проходила Это что-то новое Аватар вы сюда не загружаете Выбираете из существующего Сюда вы можете написать сообщение Наверное должны Так Пина не знаю Это может дублироваться Мой Но вы сюда должны его написать Чтобы сохранить вот это Я вписываю тот Который я только что придумала Настройки безопасности Нужно стараться заполнить по максимуму профиль Чтобы потом у вас не было Дополнительных каких-то действий Если вы хотите что-то изменить Или посмотреть Уточнить Вы можете нажать На свое имя И раздела личной информации И вот вы попадаете Виктория Катыченко Студент Адрес могу редактировать Номер телефона Могу редактировать Но не могу редактировать свое имя и фамилию И это очень важно Потому что если вы потом захотите выводить на свою карточку Вам нужно будет Чтобы карточка была на имя того человека Который вписан здесь Естественно Так Меня выбило немножко из интернета Я сейчас попыталась вернуться в кабинет Через логин и пароль Но Почему-то я когда ввела логин Мне сразу написали вот это Это не проверенное устройство Мы послали вам код в вашей электронной почте Пожалуйста Введите код ниже Код пришел не сразу Тоже через пару минут То есть тут его нужно подождать Если вдруг вы столкнулись с такой же проблемой Вот пришел код Сейчас я переведу Что тут пишут Спасибо за помощь Нам проверить устройство Ваш код Возможно при первом в ходе в кабинет Такое происходит Это код проверки А не пароль Если вы не запрашивали этот код Игнорируйте это сообщение Ну я запрашивала Этот код в принципе получается Вставить И предоставлять код Нажимаем Вот И теперь Это я Это то что я писала И теперь сюда вписываем пароль Который мы при регистрации делали Так значит Вот так вот мы делали вход Первый раз в кабинет Тут вот нету кнопки вставить Поэтому если вы копируете Ctrl-V Зажимаем Ctrl И букву В Английскую И он вставляется Чтобы вам не впечатывать его И вот мы попали опять На страничку То нужно будет сделать На чем я закончила На личная информация На том что Чтобы потом не было проблем С верификацией Сейчас я покажу Какие документы Так проверка Вот проверка Это тут мы проходим верификацию Для того чтобы переводить деньги На другие кошельки Ну в смысле на Через обменники Да на перфект допустим Или выводить На карточку Смотрите Нам нужно верифицировать Свой аккаунт Проверка не включена Для вашей учетной записи Пожалуйста Выполните одно из следующих действий С тем чтобы его Добавить Или проверить На кредитную карту Пополнить счет На ваш счет Отправить средства Для кого-то Получить деньги То есть я не могу Верифицировать Свой кабинет Потому что Еще никаких действий Не было в этом кабинете Вот такая вот у нас Пайзан Непростая Пополнить счет На ваш счет Вот Нажимаем Пополнить счет И тут Варианты Кредитная карта Банковский счет Биткоин Так Кредитная карта Выбираем Выбираем Кредитная карта И так Чтобы добавить Интернет карту На которую Потом кстати Можно будет выводить И выводить В долларах Потому что Допустим Приватбанки И Укрсивбанк В общем я не знаю Сейчас почему-то Выдают Мастеркард Долларовые Там Гривневые Любые карты Мастеркард Вот А виза Именно Которая нужна Для Пэйзы Для Пэйзы Нужна виза Все Мастеркард Они не принимают Выдается Электронная Приватбанки Можно заказать карту Для этого Вы можете обратиться Онлайн помощь Как заказать карту Чтобы заказать интернет карту Используйте Приват24 Раздел Все услуги Настройки Карты Заказ Заказ Карты Интернет карта Открывается Бесплатно В течение Часто В валюте Доллары И евро И гривни По вашему выбору Но не более Двух карт В одной валюте Выпуск Бесплатно Оплата В интернете Бесплатно После того Как вам поступило СМС С СОВ Кодом Карты Нужно перезайти В Приват24 Карта Отобразится В меню Мои счета Я на всякий случай Это копирую Чтобы они сейчас Куда-либо Не пропали И потом Я все это Потеряю Карты Заказ Ага То есть Все услуги Настройки Карты Заказать Заказать карту Вот Заказать карту Так Тип карты Интернет карта Вот Продолжить Выбираем валюту Нам нужен доллар Продолжить Так И читаем Ваша Ваша Заявка Успешно обработана Интернет карта Будет добавлена В Приват24 Честь Здесь Минут При Повторном Входе Получить Реквизиты Карты Номер Срок Действия В меню Все услуги Настройки Карты Заказ Карт Ссылка Архив Целый Код Вот он Пришел Ко мне На смс Карты Будет Отправлен Вам Смс И так Вот я вышла И зашла В кабинет Приват24 Прошло Буквально Пять минут Там было написано Что нужно Подождать Десять И вот Моя новая Карта Она уже Есть Управление Карта Счетом Нужно Зайти В настройки И открыть Ее для Оплаты В интернете Так Оплата В интернете Отключить Она включена Это оплата В интернете Но видите Тут стоит Лимит Поэтому Если вы хотите Если вы хотите Изменить Лимит Нужно Нажать сюда И вот Если вы Потеряете Карту Никто не сумеет Купить товар В интернете Кроме Приват24 На сумму Больше указано Вами Лимит А лимит Будет изменен В течении Пятидесяти минут Подробнее То есть Если вы тут Указываете Другой лимит То через Пять-десять минут Он будет изменен А также Вы можете Здесь Узнать Целый код Карты Хотя он вам Пришел На Эмейл Ой На Смс На телефон Блокировать Карты Отображать Карту Или не Отображать Вот Здесь Вот На нем Мои счета Вот И все Как мы Создали Интернет Карту Теперь Вы Это Знаете В любом Другом Кабинете Другого Банка Если есть Онлайн Кабинет Процедура В принципе Такая же Есть онлайн Помощь Куда вы Пишите И вам Объясняют Как Это Найти Далее Мы копируем Номер Карты Возвращаемся На Пэзу Вставляем Вставляем Номер Карты Так Вам Также Смс Кай Должен Был Прийти Целый Код И Срок Действия Но Мне пока Он не Пришел Я думала Это он Пришел Это Какая-то Услуга Мне Пришла Поэтому Я сейчас Зайду Еще раз Сюда Нажмем Настройки И Узнать ЦВ Код Этот Код Необходим Для оплаты Тата Получить ЦВ Код Так Введите Код Подтверждения Сейчас Мне придет Код Подтверждения На Телефон Подтвердить Заявка Отправлена На Обработку Вот Мне Теперь Должно Прийти Опять Такие СМС На Телефон По Списку Действий Так Есть Но Нету Срока Действия Так Пишем Поддержку Другие Вопросы Задать Вопрос Так Так Срок Действия А Видите Срок Действия Карты Вот Сразу Мне Предлагают Выбрать То Что Мне Нужно Отправить Так Для Интернет Карты Чтобы Посмотреть Срок Действия Карты Нужно Зайти В Меню Все Услуги Настройки Карты Заказ Карт Далее Кнопка Архив О господи Опять Сюда Я Копирую Это Потому Что Они Сейчас Скажут Чем Могу Вам Помочь До Свидания Все Услуги Настройки Карты Архив Так Сегодня У нас 27 09 Вот Наша Карта Срок Действия Все Есть Так Языки До Киева Доведет Есть Так Поговор Каме Пословица Волгин На чем Вы там Закончили Проверка И Пополнить Счет Так Пополнить Счет Через Кредитную Карту Добавить Кредитную Карт Срок Действия Вернее Надо Доллары США Следующий Установив Этот Флажок Я согласен С этими Условиями Отправить Кредитная Карта Был Успешно Добавлен Ваш Профиль Для Использования Карты Он Должен Быть Подтверждено Так Сейчас Чтобы Проверить Могу ли я Вывести Отсюда Деньги Я Сейчас Одного Кошелька Переведу На Этот Кошелек И Здесь У нас Ровно 20 Долларов Так Отлично Теперь Пробуем Эти 20 Долларов Вывести Вывод Средств На Нашу Карточку Так Кредитная Карта Выбираем 3-5 Рабочих Дней Так Доллары США Выберите Карту Выбираем Количество 20 Подробности Не пишем 20 долларов У нас есть 20 долларов Выводим Так Сделки Будут Завершены Доллар К США Но Сумма Перевод Может Отображаться В валюте Вашей Карты Это Понятно Валюта Нашей Карты У нас Доллары Так И вот Мы Видим Что Комиссия За Вывод 8 долларов И Вывести Картой 8 долларов У меня На том Аккаунте И Карта У меня Верифицированы Тоже 8 долларов Это 100% Боже Как Радостно Что Теперь Я Это Все Знаю И Могу Вам Рассказать Итак Вывод Вывод Такой Чтобы Выводить Спейз На Карточку Доллары Не обязательно Верифицировать Свою Пейзу И не обязательно Верифицировать Свою Карту Достаточно Зарегистрироваться Прикрепить Интернет Карту И Все И вводить На нее Деньги Ничего От этого Не меняется Ни комиссия Ни какие-то Еще Моменты Не знаю Для чего Заморачиваться Тогда На верификации Возможно Там Где-то Мы читали Что Суммы Сделки Может быть Если Большие Какие-то Сделки Большие Суммы То Там Будут Какие-то Ограничения Ну Если Вы Работаете В каких-то Кликовых Проектах И Зарабатываете Там Боже Моя Не знаю Сколько По Десять Долларов Месяц Вот То Вполне Можно Выводить Вот Таким Образом На Пэзу Здесь Накапливать Там Ну Когда У вас Накопилось 100 Долларов 8 Долларов Вы Конечно Потеряете Вот Или Можно Обналичивать Через Кого-то Переводив Ему Эти Деньги И За Меньшую Комиссию Обналичивать Это Как Договоритесь А на этом Мое Видео Подходит Концу Я Надеюсь Это Видео Будет Полезным Вам И Вы Оставите Свой Комментарий Получилось У вас Это Или Нет Я Надеюсь Что У вас Получится Вот А С вами Была На Связи Виктория Катыченко Всего Доброго Встретимся На Ютюбе Пока Пока Если вы Хотите Получать Уведомления О том Что На Канале Произошли Обновления Выложены Новые Видео Нужно Правильно На Него Подписаться Жмем Кнопку Подписаться Справа Появилась Шестеренка Нажимаем Ставим Галочку В окошке Сообщать Мне Обо Всех Новостях Этого Канала И Сохраняем Как Только Автор Выложит Новое Видео Вы Будете Уведомлены И Сможете Посмотреть Его Первым